Hyundai Grand Starks 2008 года с нехилым таким пробегом 764 848 километров Однако по прошествии времени он приехал с неисправностью турбины Турбину заклинило от масляного голодания и сломало вал Двигатель не запускался Мы заменили турбину, запустили двигатель и замерили давление масла Оно не выдавало больше полутора килограмм, что критически мало Клиенту был предложен разбор двигателя, дефектовка и выяснение причины низкого давления масла Однако клиент отказался и забрал машину Через небольшой промежуток времени клиент вновь приехал У него пробило теплообменник Мы заменили теплообменник, однако также предложили клиенту разобрать и дефектовать мотор Он опять отказался Он снова приехал к нам в третий раз и уже со следующей проблемой У автомобиля сильно стучит шатунный вкладыш Тут уже клиент согласился на капитальный ремонт, потому что деваться некуда Так ездить точно нельзя Для облегчения доступа первым делом при разборе снимаем жабо Предварительно отключив и сняв аккумулятор Далее снимаем передний бампер с кассетой радиаторов Откручиваем вискомуфту, чтобы не мешалось при демонтаже двигателя Вот что бывает, когда нарушается герметичность теплообменника Вот такой вот пластилин, это эмульсия Это эмульсия Силовой агрегат извлечен Полностью мы его еще не разбирали Сняли клапанную крышку и поддон Но уже можем видеть, что кулачки потертые Что также нам косвенно говорит о масляном голодании Но самый большой показатель находится чуть ниже Вот маслоприемник перед нами Как видим, он весь в стружке Вот так называемая стружка, металлическая пудра в масле Она возникает от повышенного износа вкладышей То есть, когда вкладыши работают на сухую без масла Выделяется очень много этой стружки Она расходится по системе Забивает маслоканалы А также царапает трущиеся поверхности Тем самым еще сильнее усугубляя масляное голодание А также износ всех трущихся поверхностей в двигателе А вот такая красота у нас на сетке маслоприемника Извлекли коленвал Видим, что провернуло вкладыш шатунной шейки первого цилиндра Вот так вот выглядят вкладыши Стих просто съела Хотя вкладыши тут такие достаточно серьезные, толстые Коленвал на выброс Все остальные шейки Поцарапало стружкой Шатун первого цилиндра также на выброс Остальные так поцарапало Как видим, дизельный мотор имеет больше запас прочности, чем бензиновый Тут и более массивный коленвал, более массивные шатуны и поршни Но, тем не менее, данные двигателя также нуждаются в хорошем обслуживании Ну вот, кстати, хорошо видно налипшую стружку на шейках В цилиндрах присутствуют задиры Вот их можем отчетливо видеть Также полностью отсутствует хон То есть он выработался от масляного голодания А также наличие стружки в масле Во всех цилиндрах мы можем наблюдать Одну и ту же картину Вот хорошо задирчики тоже видно Блок будет гильзоваться Блок загильзован Отхонингован А также отфрезерована плоскость Сняли 16 соток, как можем видеть Блок был довольно ровный То есть сильных перегревов он не видел Так, распаковываем Консервационные бумаги Кстати, вот это консервационное масло Оно вредно для кожи Это было желательно перчатка Согласен делать О, новье Ингибиторная бумага называется Слохо даже, что шпонки нету Вот здесь должна быть шпонка Вот здесь Но ее почему-то нету Со старого сна? Да, а это проблема бывает Даже не звенит Звенит Установили форсунки Охлаждение А также коленвал Устанавливаем новый масляный насос Двигатель уже почти собран Как видим Установили новую ГБЦ Новую турбину Осталось собрать механизм ГРМ Механизм ГРМ собран Осталось накинуть приводной ремень Также поставить вискомуфту С вентилятором И можно будет устанавливать уже В автомобиль непосредственно Обратите внимание, как должен работать актуатор На исправной турбине На новой турбине, я бы так сказал То есть вот пальчиком Когда у вас Он ходит в шток Туго То есть застревает С какими-то там задержками И так далее Либо вообще заклинивает Машина перестает ехать От слова совсем Ну, либо если он в полу там открытым Остается Или в закрытом положении Она еще едет Если он в полу открытым То так Она так себе едет А если То есть полностью открытым Заклинит То машина вообще перестает ехать Поэтому Вот проверяйте Всегда актуатор То есть Если он заедает То желательно его заменить Либо Если сам актуатор целый Но закисло соединение Шарнирное То есть сама тяга То там нужно его Разобрать и смазать А вот, кстати Причина По которой Турбину меняют На новую Ну, поменяли Вернее уже Как видим Предыдущие двигатели Тут нещадно Ссались маслом Вся балка Подрамника в масле Вся рейка в масле Лонжероны в масле Просто все в шубе Также все грязное Ржавое Конечно, по-хорошему Коробка, кстати Тоже в шубе Конечно, по-хорошему Тут все надо отмывать Но Владелец этого не хочет делать Перед установкой Обязательно промываем радиаторы Двигатель уже на своем месте Сейчас будем заливать масло Да, без антифриза Дизельный двигатель Можно спокойно запускать Он даже может Какое-то время работать Потому что Дизеля Холоднее Чем бензин Поэтому Перегреть его Очень будет сложно Тем более на холостых оборотах Масло наливаем ЭНОС 5,40 Что очень Получит Проверяем пробку Обязательно проверяем Затяжку сливной пробки Иногда так бывает Что просто забывают Прикрутить Наливают масло И все масло вытекает Просто на пол А масло нынче дорогое Не то, что в старые Добрые времена А его не видно Только резиночку Сюда наливать не надо Потому что Производительность насоса Настолько высокая Что он буквально За секунду заполняется Поэтому это все бред Вот эти гаражные Гаражные байки Нарваговских фильтров Нарисовано Что в фильтр Масло не наливается Что вот эти гаражные байки Что там нужно масло Фильтр наливать Все это бред Полный Полнейший Резинку смазать Да, надо Для лучшего прилегания Крутим Прокачиваем масляную систему Пока не пойдет давление Вот лампочка горит Еще пока Все, погасло Посмотрим Нет ли течи Никаких Пока все в порядке Двигатель запустился Конечно, пришлось немного его покрутить Видимо, воздух из системы Чтобы вышел до конца Но двигатель запустился Работает очень мягенько Ровно Несмотря на то, что Выхлопная система Еще не подключена Не подключены Не подключены пайпы К турбине Не подключена система охлаждения Но мотор работает шикарно Я прям уже это ощущаю Запускается так же легко В процессе ремонта Обнаружилась Негерметичность Трубок Подачи антифриза К заднему радиатору Печки Их мы заменили На новые Оригинальные А так же Заменили Трусики Ручника Автомобиль Собран Опрессованная Система охлаждения Никаких течей Не выявлено Двигатель работает Стабильно Никаких Посторонних шумов Вибраций Нет Автомобиль Можно Выдавать